Восьмая проповедь из серии проповедей о плоде Духа Святого пастора Эндрю Энрикеса. Чем больше я смотрю на то, что происходит в церкви, тем больше убеждаюсь, что закрытие испытательного срока близко. Скажите мне, пожалуйста, по какому вопросу идет великая борьба между Христом и сатаной? По вопросу поклонения. Согласитесь ли вы, что великое противостояние идет и в отношении Слова Божьего? Бытие 2 глава 16-17 тексты «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От каждого дерева сада ты можешь есть даром, но от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, непременно умрешь». Перевод Короля Эква «Дал ли Бог Адаму и Еве определенные правила? Изложил ли он им свое Слово?» Бытие 3 глава «Подделал ли сатана Слова Божьи? И Ева первой испытала это на себе». Итак, великая борьба идет против чего? Слова Божьего. Великая борьба, начавшаяся на небе, спустилась на землю и прежде всего в Церковь. Знаете почему? Потому что движению адвентистов седьмого дня Бог дал свое настоящее слово, настоящую истину. И сатана позволяет адвентистам вести открытую и откровенную войну против Слова Божьего. Хотя у них и Библии в руках, они ведут открытую и откровенную войну против Слова Божьего. Поэтому мы должны изучать пророчества, так как это строительные блоки. Нам сказано в Данииле 11 главе 40 тексте, что была война между царем Северным и царем Южным. И царь Северный представляет два главных принципа, две главных теории, два образа жизни, которые были во Франции во время Французской революции. И что это за принципы? Легализация атеизма и гомосексуализма, которые предшествуют навязыванию воскресного закона, начертанию зверя царем Северным. Когда мы смотрим на мир и видим события, которые показывают, что царь Северный уже здесь, легализовали аморальность и атеизм, то мы понимаем, что царь Северный возвращается как вихрь, чтобы преследовать Божий народ, который откажется чтить воскресенье и будет соблюдать Библейскую субботу. Пока мы это видим в мире, мы должны видеть те же принципы в церкви, движение ЛГБТ в церкви. Откровение 11 глава 2 по 9 текст упоминает зверя из бездны. Какие два главных признака власти этого зверя из бездны? И мертвые тела их будут лежать на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш был распят. Итак, эти принципы Содом и Египет. Что вышло из Содома? Разврат, распутство. Что вышло из Египта? Атеизм. И это все вышло из бездны и происходило во время Французской революции. А теперь скажите мне, закрылась ли бездна? Закрылась ли она в конце Французской революции? Нет. Когда закроется бездна? Что нам говорит Откровение 20 глава? Где будет заключен сатана? В бездне. Насколько? На тысячу лет. Затем через тысячу лет Господь придет и сведет огонь с неба, чтобы уничтожить грех в тех, кто не раскаялся и сатану навсегда. Тогда когда закроется бездна? После тысячи лет. Будем ли мы видеть подобное тому, что происходило во Франции? До времени, когда полностью закроется бездна? Да. Гомосексуализм. Что происходит в нашей церкви, друзья? Чтобы поддержать образ жизни ЛГБТ, руководители церкви СД и Лома-Линда университета, можно сказать, сжигают Библию, ведя открытую и откровенную войну против Слова Божьего. 3 декабря 2016 года в Лома-Линда университете проходило публичное обсуждение образа жизни ЛГБТ. Вот несколько высказываний. Профессор в области религии Джеймс Вальтерс сказал, церковь АСД должна дать такие же права членам ЛГБТ, какие Верховный суд США принял в июне 2015 года. Ханс Вон Бальтер, психиатр, практикующий гомосексуалист. Его слова. Я всегда чувствовал себя геем с рождения, и я вырос геем. Я читал мою Библию, молился, проповедовал в церквях, но желание к гомосексуализму не проходило. Грейс Уи, доктор медицины, выделение детской интенсивной терапии, сказала, церковь АСД должна принять членов ЛГБТ, члены церкви, потому что они адвентисты, они верят в Иисуса, они преданные Библии и основным учениям церкви. Папа Франциск, наш пример, его слова должно быть нашим путеводителем. Затем она говорит, Библию нельзя понимать буквально, особенно Левит, 18 главу, 22 текст. С чем они воюют? Библию нельзя понимать буквально, особенно Левит, 18 главу, 22 текст, потому что этот текст осуждает образ жизни ЛГБТ, и что они начнут вскоре делать? Избавляться от всей Библии. Это война против Библии. Видим ли мы, что живем во время великого противостояния? И это видно и в мире, и еще больше в церкви. Затем выступает Данин Эйкос, адвентистский режиссер. Библию нельзя понимать буквально, особенно Левит, 18 главу, с 19 по 22 тексты, и Римлянам, 1 главу, с 26 по 28 тексты. У Иисуса было два отца. Мы поддерживаем образ жизни ЛГБТ. У христианина обращенного два отца, небесный и биологический. Но если не обращенный, то Иисус говорит в Иоанна, 8 главе, 44 тексте. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нем нет истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Далее она говорит, «Мы должны видеть в каждом образ Божий, даже в представителях ЛГБТ». Потом выступал Джон Паулин, специалист по Новому Завету. «Гетеросексуализм – лишь только идеал. Гомосексуализм – это реальность». По Римлянам 3 главе, 23 тексту. Это значит, мы не можем достигнуть Божьего идеала. Но что говорит нам воспитание, страница 18? «Выше самых высоких человеческих устремлений Божий идеал для его детей. Благочестие, богоподобие – вот цель, которую следует достичь». Читаем дальше. Он говорит, «Библия не обращается к образу жизни ЛГБТ. Павел ничего не знал о нашей сексуальной ориентации сегодня, потому что он жил в другую эпоху». Тексты Левитам 18 глава 22 и Римлянам 1 глава с 26 по 28 должны тщательнее изучаться. Они не являются окончательным выводом, как может показаться на поверхности. Библия не может решить каждый вопрос. Что он делает с Библией? То есть, Новый Завет относится только к первому столетию, а Ветхий Завет – к предыдущим столетиям. Это значит, что Библия неприменима сегодня. Открытая и откровенная война против Слова Божьего. И после этого Вы позволяете Вашим детям посещать их школы. Свидетельство для Церкви, 8 том, 310 страница. Наш Спаситель никого не поощрял посещать раввинские школы его времени, по той причине, что умы были бы испорчены постоянно повторяющимися фразами «так говорят» или «так было сказано». Почему же тогда мы должны принимать изменчивые слова людей, словно возвышенную мудрость, в то время как более великая и истинная мудрость находятся в нашем распоряжении? Какой была тема публичного обсуждения? Образ жизни ЛГБТ. То есть, Библия не может решить этот вопрос. Кому мы будем верить? Бог истинен. А эти пять выступающих – лжецы. Затем выступил Дэвид Ларсон, профессор. Если бы я был геем-адвентистом, что бы я сделал? Ему было предложено семь альтернатив. Он заявил, что согласен только с последними двумя. Первая альтернатива – совершить самоубийство. Вторая – не выходить из дома. Третья – жениться на представителей противоположного пола. Четвертая – искать терапию путем молитвы, чтения Библии, получая совет. Пятое – вести неразборчивый образ жизни. Он не верит, что можно одержать победу над грехами ЛГБТ. Тебе не надо молиться, читать Библию. Что он делает? Он ведет войну против Библии. Далее, шестой пункт – оставаться холостяком. Седьмой – создать любящий продолжительный союз типа брака. Что они проталкивают в университете Лома-Линда? Лесбиянство и гомосексуализм. Затем он говорит, в деноминации АСД происходят изменения, чтобы утвердить образ жизни ЛГБТ благодаря работе таких людей, как Дани Нейкас. Видим ли мы, как другие люди продвигают Кэтлин в нашей церкви на церковные должности? Кэтлин уже здесь. Далее он говорит, Тед Вильсон, президент Генеральной конференции АСД, видит себя как того, кто отделяет пшеницу от плевел, овец от козлов, верных от неверных. Тед Вильсон хочет быть президентом только верных и истинных, но не президентом всех адвентистов. То есть он стоит у них на пути. Он не является их руководителем, потому что не принимает образ жизни ЛГБТ. Дэвид Ларсон говорит, что шесть текстов, которые обычно используют, чтобы осудить людей, которые практикуют образ жизни ЛГБТ, нужно удалить из Библии. Давайте любить всех. Это спиритизм. Какая это дерзость? Вы знаете, что я увидел здесь? Что-то должно было привести к этому? Рукоположение женщин в пасторы, а теперь ЛГБТ в наших церквах. Ни один руководитель ничего не сказал публично. Это выглядит так, как будто горит дом рядом с вами, а вы смотрите в другую сторону. Вы чувствуете запах дыма, слышите, как люди кричат, плачут, просят о помощи, а вы отвернулись и смотрите в другую сторону. Кто прошел мимо человека, избитого разбойниками и лежащего на дороге? Священник или левит? И это происходит сейчас. Члены церкви умирают духовно, а мы ничего не говорим. Знаете почему? Потому что мы хотим быть уверены, что наша карьера устроена, что нам обеспечена как пасторам пенсия. Мы хотим быть уверены, что мы не раскачиваем лодку, потому что это Божья церковь. Богу не нужна помощь, Он сам позаботится о ней. Если это так, то тогда не было бы нужды в Ное, в Илье, в Иоанне Крестителе, в Неемии, в Ездре, в учениках. Господь бы сделал все Сам. Нет, Бог действует через посвященные сосуды, и церковь нуждается в укоре, обличении, в наставлении к праведности. Какими мы должны быть прямо перед закрытием испытательного срока, соблюдающими заповеди Божьи и веру Иисуса Христа. Мы видим, что воскресный закон близко. Отец Небесный, мы молим Тебя о каждом человеке, о котором мы упоминали, за каждого руководителя, который молчит и зарывает голову в песок. Я молюсь о их обращении сердец, чтобы они увидели эти проблемы, как Ты их видишь. Это война против Слова Божьего, а это значит война против Иисуса, который есть Слово. Дорогой Боже, я молюсь, чтобы Ты дал нам силу стоять твердо, даже если небеса упадут, когда нас будут обвинять и критиковать, чтобы мы стояли на Твоей стороне. Наша молитва во имя Иисуса Христа. Алонсо Джонс, 1888 год, апрель. Есть три связи, а именно брак, воскресенье и общественная школа, которые формируют союз церкви и государства в Соединенных Штатах. Когда страна узаконила однополый брак, консервативных христиан преследуют. Будут ли отрицательные последствия? Если есть закон, который утвердил гомосексуализм, что нужно, чтобы его аннулировать? Закон должен узаконить брак. И что они будут делать? Соединять церковь и государство. А что в отношении образования? Они хотят христианизировать образование в Америке. И это объединит государство и церковь. Это образ зверя. И папство – это союз церкви и государства. Поскольку Америка должна сформировать этот союз, этот образ, значит, также должен быть союз церкви и государства в Америке. Вам понятно, друзья? И очень-очень вероятно, что это может произойти во время президентства Трампа. Самое лучшее для нас – быть готовыми и оставаться готовыми. И даже в свободной Америке правители и законодатели, чтобы снискать расположение общества, пойдут на уступки народу и установят обязательность воскресного дня. Свобода совести, приобретенная такой дорогой ценой, будет попрана. В этой надвигающейся борьбе мы увидим исполнение слов пророка «И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с остатком от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Откровение 12, 17. Последние события будут развиваться очень быстро. Воскресный закон близко. Интернет-ресурс. Религиозное искажение. Да. Например, все религии имеют группы фундаменталистов. И мы тоже. И они разрушают, начиная с их фундаментализма. Но именно эти малые религиозные группы исказили и сделали больной свою религию. И в результате они борются, развязывают войну, вносят разделение в сообщество, и это является разновидностью войны. То есть, если вы вносите разделение своим фундаментализмом, то вы террорист. И он прав, говоря, что у нас есть такое тоже. Потому что многие в католической церкви покинут ее и присоединятся к движению, когда они услышат настоящую истину. Откровение 12 глава 17 текст. «И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с остатком от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Знает ли Папа, о ком он говорит? Потому что большинство будут на его стороне, а мы спим. Далее он говорит, что те, кто используют ненавистную риторику и приносят разделение, грешники, и они должны потерять свои права. Ибо клевета – это грех. Никто не имеет права делать это. Но Библия говорит, это он является человеком греха. Никто не имеет права. Мы имеем право откровенно высказываться. Это свобода слова. Но кто против наших принципов свободы? Папство. Должны ли мы проявлять Божий характер? Должны ли мы быть верными сегодня? Вы можете не видеть связи между пришествием Христа и приближающимся кризисом, но посмотрите на Деяние 14 главу 22 текст. Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божье. Что мы должны получить, чтобы пройти через многие страдания? Веру. Пребывать в вере. Разве вы не видите, что многие страдания прямо перед нами, как в мире, так и в Церкви? В чем мы должны постоянно пребывать? В вере Иисуса. Как нам получить веру? Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Обещал ли Господь дать каждому меру веры? Об этом сказано в Римлянам 12 главе 3 тексте. По данным неблагодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Что Господь дал каждому? Каждый – это вы? Да. Меру веры. Что есть вера? Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Римлянам 8 глава 24-25 тексты. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видят, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеется того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Это самая радостная часть этого изучения. Какие четыре пункта укрепляют и мотивируют нашу веру? Слово Божье, первое. Второе – то, что Он сделал в жизни других. Третье – то, что Он обещал сделать для нас лично. И четвертое – то, что Господь сделал в природе. Но есть еще пятый и шестой пункты. Пятый – Он умер за нас на Голговском кресте. И шестой пункт – Его служение во Святом Святых Небесного Святилища. Откроем Галатам пятую главу. Что мы прежде всего должны надеяться? Помните? Пятый текст. «Ибо мы через Духа ожидаем надежды праведности по вере». Шестой текст. «Ибо в Иисусе Христе ни обрезания не дают ничего, ни необрезания, но вера, которая действует любовью». Какую веру мы должны иметь? Ой, я так счастлив сегодня. Веру, которая действует любовью. Какие три шага здесь есть? Вера, действует, любовь. Что побуждает веру действовать? Любовь. «Прежде чем мы явим веру Иисуса и праведность по вере, что мы должны сначала получить?» Любовь. «Чью любовь?» Любовь Иисуса. «Рождаемся ли мы с ней?» Нет, это плод Духа Святого. Тогда как нам ее получить?» 1 Иоанна 4,19. «Мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Как Иисус продемонстрировал свою любовь к нам, умерев на кресте? Чем больше мы взираем на Его смерть, тем больше мы должны видеть, что? Его любовь. Взирая, мы изменяемся. «Смерть Христа на кресте должна пробуждать мою и вашу веру, чтобы она действовала. Смерть Христа на кресте. Если вы это пропустите, вы пропустите все». Желание веков, 83-я страница. Итак, если мы сосредоточим свое внимание на Его великой жертве за нас, то наше доверие к Нему будет постоянным. Наша любовь живой, и мы глубоко проникнемся Его Духом. Какие три изменения произойдут в нас? Наше доверие к Нему будет постоянным. Наша любовь живой. И третье – глубоко проникнемся Его Духом. Что мы с вами изучаем? Плод Духа. Итак, чтобы принести Его плод, на что мы должны взирать? На Его великую жертву за нас. Пункт пятый – стимулирует нашу любовь, нашу веру в Него. Поэтому вера действует любовью. Какой здесь первый пункт? Когда мы сосредоточим свое внимание на Его великой жертве за нас, наше доверие к Нему будет постоянным. Как это можно еще выразить по-другому? Вместо слова «доверие» – слово «вера». Какое значение, противоположное постоянству? Значит, не будет места сомнению в Боге, жалоб на Бога. Почему? Потому что вы взираете на крест. О, друзья! Это самая прекрасная часть сегодняшнего изучения. Любовь станет живой. Вера действует любовью и очищает душу. Откроем число 21 главу. Когда вы и я взираем на Его смерть на Голгофском кресте, ваша любовь будет живой, и тогда вы можете надеяться на праведность. Вот почему я должен иметь личное посвящение. Почему? Потому что моя вера действует, мое посвящение действует, но не дела идут сначала. Когда я взираю на Иисуса, умиравшего за меня, моя любовь оживает, моя вера надеется на получение победы над грехом. Вера действует из-за любви. Почему мы занимаемся миссионерской работой? Потому что наша вера действует из-за любви. Потому что многие проповедуют религию дел. Вы так не получите спасения. Вы знаете, почему многие занимаются миссионерской работой и не имеют личного посвящения? Они трудятся, не исследуя себя. Они верят, что занимаясь евангелизмом, они получат спасение, не имея связи со Христом, не имея личного посвящения, часа размышления над жизнью Христа. И такая миссионерская работа становится религией дел в глазах Иисуса Христа. И другая сторона. Я и вы проводим личное время с Иисусом, исследуя себя, взирая на Его великую жертву за нас. И тогда наша любовь будет живой. И тогда вера действует уже любовью. Число 21 глава 8-9 тексты. Сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя, и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисея медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Израильтяне были ужалены змеями. И что Господь сказал Моисею сделать? Чтобы принести исцеление укушенным змеям. Сделать медного змея и вознести его на шеств. И что они должны были делать? Смотреть и жить. Какой это был взгляд? Взгляд веры. Кого представлял змей на шесте? Христа. На что они взирали? На образ чьей смерти? Христа. Взирая на смерть Христа, вера стимулировалась. Получила ли малая группа исцеления? Погибали ли они духовно? Нет. Куда я и вы должны взирать ежедневно? И когда мы взираем на его великую жертву за нас, наша вера в него будет стимулироваться. И мы можем надеяться на исцеление, хотя у нас нет очевидных свидетельств. Если вы буквально ужалены змеем, может ли взгляд на шест помочь вам? Что есть вера? Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Они верой в этом видели смерть Иисуса. Верой на Иисуса вера будет сверхъестественным образом дана нам, чтобы мы могли победить каждый грех. Вы верите мне? Где записано первое обетование о победе над грехом? Бытие 3, 15. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Что есть вражда? Ненависть, разделение. Есть ли для нас возможность ненавидеть грех? Есть ли возможность нам отделиться от греха? Что еще находится в обетовании? Я сокрушу его голову. Где Иисус поразил голову сатаны? На Голгофе, на лобном месте. Чем больше мы размышляем о победе Христа над грехом, над сатаной на кресте, это стимулирует веру. Какую веру? Веру, которая надеется на то, что не видит. Я верю, и мои дела находятся в согласии с моей верой. Я одеваюсь правильно, питаюсь правильно. Могу ли я победить извращенный аппетит? Да. Если вы не взираете на Иисуса, то спасение уже по делам, а не по вере. Но чем больше вы взираете на Иисуса, на его победу на кресте, и хотя наша плоть слаба, вы по-прежнему надеетесь, и ваши дела в согласии с вашим упованием. Может ли кто-нибудь победить лесбиянство, гомосексуализм, бисексуализм, трансгендеризм, порнографию? Да. Почему? Взирая на крест. Если кто-то болен, может ли он получить исцеление, хотя он даже не имеет на это никаких свидетельств? Чем больше вы надеетесь, если даже вы и умрете с этой мыслью, вы умрете во Христе, и воскреснете во Христе, вы не уйдете сегодня слабым христианином. По Божьей благодати вы получите питание. Римлянам 8 глава, 32 текст. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но отдал Его за всех нас, как с Ним не даст нам даром и всего?» Перевод Короля Иакова. Где вы видите смерть Христа? В каких словах? И что здесь дальше сказано? Как с Ним не дарует нам и всего? Из-за смерти Христа на кресте что мы получаем даром? Всё. Мне интересно, что в это входит? Входит ли сюда наши временные нужды? Какие у вас временные нужды? Если ваши временные нужды согласуются с Писанием, вы можете претендовать на этот текст. Есть ли у вас духовные нужды? В этой вести о смерти Христа на кресте сила. Несмотря на то, что я могу быть сегодня болен физически, духовно, эмоционально, но чем больше я взираю на крест Христа, тем больше развивается любовь и вера. И она начинает действовать, потому что я знаю, что есть надежда. И даже если завтра я увижу тёмные облака, для меня по-прежнему есть надежда. 2 Петра, 1 глава, 2-3 тексты. Благодать и мир вам доумножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам всё, потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью. Итак, что входит во всё? Всё для жизни и благочестия. Какие ваши временные нужды поддерживают вашу жизнь? Нужна ли вам пища и вода для жизни? Воздух, кровь, одежда, средства, чтобы жить? Зачем жаловаться? Взирайте на крест, друзья. Вы знаете, сколько раз я пропускал личное посвящение? А зачем молиться? А зачем претендовать на обетование? И это была жизнь от дьявола. 2 Петра, 1 глава, 4 текст. Которым и дарованы вам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Может ли кто-нибудь победить грехи сообщества ЛГБТ? Пить алкогольные напитки, курить, героин. Это похоть. Может ли он получить победу? Это все находится во всем. Вы верите этому? Вы должны продолжать верить и развивать веру, то есть говорить об этом. И это может осуществиться и продолжать взирать на него до тех пор, пока ваше желание во имя Иисуса не будет вашим. Пункт шестой. Что Христос делает, чтобы стимулировать нашу любовь, нашу веру, надеяться на то, что не видишь? Его служение во святое святых. Вернемся к Кремленам 8 главе. 32 текст. Упоминает ли о смерти Христа? А теперь 1004 текст. В переводе Короля Иакова. Кто тот, который осуждает? Это Христос, который умер, и более того, который воскрес. Кто и по правую руку Бога? Кто и ходатайствует за нас? Какие два момента в этом стихе? Его смерть и его ходатайство. И где находится Иисус? По правую руку Бога. Поскольку мы верим, что Иисус находится по правую руку Бога, ходатайствуя за нас, что нам говорит текст 35? Кто отделит нас от любви Христовой? Скорбь или мучение, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Что мы можем получить, когда взираем на служение Христа во святом святых? Его любовь. Вы видите, почему сатана ненавидит весть о святилище 22 октября 1844 года? Потому что, взирая на Иисуса верой, что Он ходатайствует за нас во святое святых, любовь ко Христу будет постоянной. Кто отлучит нас от этой любви? И что говорит Галатам 5 глава 6 текст? Ибо в Иисусе Христе ни обрезание не дает ничего, ни обрезание, но вера, которая действует любовью. Соблюдение Божьих заповедей – это дело. Но чье? Это вера Иисуса, которая действует. Если я размышляю над Его служением в небесном святилище, то Он дает нам что, чтобы выдержать? Римлянам 8 глава 35 текст. Кто отделит нас от любви Христовой? Скорбь или мучение, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Будет ли у вас вера Иисуса, чтобы выдержать скорбь, голод? Да. Нам нужна вера, которая может преодолеть усталость, голод и промедление. Вера, которая не ослабеет, даже когда мы будем сурово испытаны. 36 текст. Как написано, за тебя убивают нас целый день. Нас считают завец для убиения. Но на что мы должны взирать? На жертву Христа и Его ходатайственное служение. Нам об этом говорит 34 текст. Будет ли у нас вера, чтобы выставить? 37 текст. Нет, во всем этом мы есть больше, чем победители, через того, кто возлюбил нас. Почему? Потому что мы верой входим во святое святых. Откровение 8 глава с 1 по 5 текст. Кого представляет ангел? Кто один является ходатаем, посредником? Это Иисус. А ангел значит посланник. В какой день использовалась золотая кадильница? В день примирения. Где помещалась золотая кадильница? Во святое святых. Какой это временной период из Откровения 8 главы с 1 по 5 текст? Это с 22 октября 1844 года по сегодняшний день. Христос там. И что святые туда посылают? Молитвы. И что наш Спаситель делает? Он возлагает фимиам с молитвами. Псалон 142 текст. Пусть направится молитва моя пред себя, как фимиам, и вознесение рук моих, как жертва вечерняя. Перевод Короля Акова. То есть это молитвы. Кто молится за меня и за вас? Даже если я не испытываю желания молиться, но из-за того, что я знаю, что он молится за меня, моя любовь к нему будет живой, и моя вера стимулируется. Я знаю, что он молится за меня, и я молюсь. Что действует? Вера. И что показывает нам его любовь? Не только его смерть, но и ходатайство за нас. Ангел низвергает на землю огонь. Кого символизирует огонь? Дух Святой. Что дальше мы читаем? И произошли голоса, и громы, и молнии. Это говорит о завершении испытательного срока. Но где в книге «Исход» мы находим голоса, громы и молнии, и даже великое землетрясение у горы Синай. Исход 19 глава. О чем мы должны молиться, прежде всего? О характере Иисуса Христа. Посмотрите на это высказывание. Великая борьба, 488 страница. Истины о святилище и о следственном суде народ Божий должен понимать очень ясно. Всем следует отчетливо представлять себе положение и работу великого первосвященника. Какие две вещи мы должны понимать? Положение Христа и его работу. Итак, какое у него положение? Первосвященник. Какая его работа? Ходатайство. Если мы поймем это, что мы тогда разовьем веру? Где стоит Иисус в Римлянном 8 главе? По правую руку Божью. Где Иисус сейчас? Сейчас Он во святой святых. И что развивается и стимулируется? Вера Иисуса. Был ли человек, которого замучили и который видел где-то Христа? Кто это был? Стефан. Деяние 7 глава, 58 текст. Что он видел? Прочитайте Деяние 6 главу, 5 и 8 тексты. И угодно было это слово всему множеству собравшихся и избрали Стефана, человека полного веры и святого духа. И 8 текст. А Стефан, полный веры и силы, делал великие дива и чудеса среди народа. Перевод Короля Акова. Стефан был человеком веры и обладал силой духа святого. Когда Стефан в последний раз проповедовал, они рвались сердцами и скрежетали на него зубами, затыкали уши свои и устремились на него. Но он, 55 текст, 7 главы, «Будучи полным духа святого, пристально взглянул в небо и увидел славу Божию Иисуса, стоявшего по правую руку Бога». Перевод Короля Акова. Это привлекло мое внимание, потому что что-то дало ему полноту святого духа. Деяние 6 главе в 5-8 тексте сказано, что он был исполнен веры. И поскольку он имел веру Иисуса, куда он взирал? Деяние 7 глава, 55 текст, 2 часть. «И увидел славу Божию Иисуса, стоящего по правую руку Бога». Проходил ли Стефан кризис? Преследовали ли его? Была ли у него сильная вера? Был ли он исполнен святым духом? Но куда он взирал? На Иисуса, стоявшего по правую руку Бога. Что тогда дало ему веру и силу выдержать этот кризис? Что должно нам помочь выдержать огненные испытания в жизни? На чем должно быть наше внимание? И если он стоит там, кто нас разлучит? Вы можете бить меня, побивать камнями, но кто меня отлучит от любви Христа? Потому что мое внимание на Христа во святое святых. Вы можете наносить мне удары, задушить меня, застрелить меня, оскорблять меня, можете сжечь меня в огне, можете бросить меня в бочку с кипящим маслом. Кто разлучит меня? Я не поклонюсь и не откажусь. Почему? Потому что Иисус стоит за меня. Вот весть, которую приготовит верующих последнего времени. Меня не беспокоит, что приближается. Кто отлучит меня от Христа? Ну и пусть огонь будет в семь раз жарче. Кто отлучит меня? Никто. Но прежде чем мы станем тогда, где мы должны научиться стоять? Когда нам нужна вера Иисуса? И Стефан мог только сказать, Господь, в руки Твои придаю дух мой. Я Тебе покорился и все отдал. И он заснул во Христе. Его взор был направлен на Него. И на кого он будет взирать в утро воскресения? На Христа. В первое воскресение. И мы должны взирать туда. Он приближается скоро. Споем гимн. Он возвращается скоро. Как вы себя чувствуете сейчас? Понимаете ли вы, где мы с вами? Иисус возвращается очень скоро. Понимаете ли вы, какой опыт мы должны иметь? Имеете ли вы надежду, что ваша вера, которую вы получили от Христа, может действовать? Скажете ли вы, Господь, я отдаю Тебе свое сердце, я Тебе все отдаю? Является ли это вашими словами? Является ли желанием перепосвятить свою жизнь Господу вашим желаниям? Если так, поднимите руки. Отец Небесный, мы благодарны. Мы слышали Твое слово сегодня. Совершенно очевидно, что Ты на этом месте. И мы говорим подобно Стефану. Мы взираем на Твое положение и на Твою работу в Небесном святилище. И помоги нам, чтобы Твоя Любовь стимулировала нашу веру к действию, потому что мы не можем действовать своей силой. Вера должна действовать любовью. Многие из нас не имели личного посвящения долгое время. Многие из нас были пустыми. И сейчас есть возможность сказать, это я. И сегодня я поднимаю руку, говоря, Господь, дай мне силу быть постоянным. Господь, я пропускал этот опыт. Неудивительно, что я слабый. Господь, Ты видишь руки? Другие больны и из-за этого обескуражены. Кто-то слаб в вере. Помоги, Господь. Им быть постоянными, чтобы они не обратились назад от того, что услышали сегодня. Чтобы проводили один час в размышлении, в личном посвящении с Тобой и взирали на Твою великую жертву. И на служение в небесном святилище, говоря, Господь, стимулируй Твою любовь в моем сердце и Твою веру во мне, чтобы я мог совершать праведные дела. Прости тех, кто жаловался и роптал. Спаси нас, чтобы мы не погибли. Спасибо, что услышал и ответил. Во имя Иисуса. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»